Александр Глебович, он же пошел, судя по всему, в Воронеже, в городок, где находятся ядерные боеголовки. Что это было? Ой, это совершенно волшебная история. Ядерные боеголовки, они, во-первых, никакие не ядерные боеголовки. Надо сказать, что в свое время психанутый Советский Союз, он очень любил изготавливать маленькие ядерные устройства. Да, они изготавливали и грандиозные, когда они поняли, что нет ничего проще, чем ядерное оружие, что изготавливать может любой очень богатый идиот, который способен обогатить уран до состояния 235-го, а также имеет плутоний боевой, Кюри и все остальные трансурановые элементы. Вот тогда озаботились и даже пытались сделать, я тебе скажу, вот ты не слышал, наверное, об этом никогда, пытались сделать ядерные пули для 7,62. Да, пули, пули, пули. И они не годились, это была очень тяжелая пуля, она не могла быть автоматной 7,62, но она могла быть использована в пулемете, где чуть-чуть другие возможности. Делали специальные ранцы 25-килограммовые с ядерными минами, которые можно было дистанционно приводить в действие. Американцы параллельно делали ядерные минометы и изготавливали ядерные орудийные снаряды, которые били на 4 километра. Но вся эта хрень оказалась абсолютно бессмысленной и никому не нужной, потому что все абсолютно эти. Но патроны вообще остались в области какой-то фантастики, даже никто не знает, сколько опытных экземпляров было и были ли они опытно изготовлены. Потому что теоретически, да, если ты туда засунул Калифорнию, то эта штука, обычный патрон, должна, по идее, сработать и при попадании в стену должна вынести у тебя полтора метра кладки. Это правда. Но этот Калифорнии, этот мерзкий Калифорнии, он, во-первых, стоит, 252-й Калифорнии, если я не ошибаюсь, стоит 4 миллиона долларов грамм. О! Да. А 249-й – 70 миллионов долларов. А ничего, кроме Калифорнии, для… Ну, там пойми, почему 249-й Калифорнии, потому что для того, чтобы образовалась критическая масса, требуется определенное количество радиоактивного материала, иначе не произойдет реакция. И вот Калифорния был и есть, и будет единственным металлом, который требует, позволяет при абсолютно минимальной, ничтожной критической массе, весовой, прежде всего, и объемной, тем не менее, получить ядерную реальцию. И вот в свое время в Советском Союзе, да, действительно, были изготовлены в диких количествах. Это было очень модно, это было повальное увлечение тогдашнего ВПК, так называемой рации. Ранцы могли быть весом 25 килограмм, это ядерные мины, ну, с обычным сплутонием, с 235-м ураном, то есть стандартный ядерный заряд. И затем были еще рюкзачи, по-моему, весом 160 килограмм, 218, большие и маленькие всякие. И да, действительно, когда пошли на Москву, то часть вагнеровцев откололась и поперлась в этот Воронеж-45, где находился большой склад этого всего древнего советского портативного говна. И они попытались там разграбить это хранилище ядерного оружия. Об этом написал рейтер, об этом сообщил с ядовитой улыбочкой Буданов. Но, как выяснилось, ни Буданов, ни рейтер вообще не знают самых пикантных подробностей, потому что этот Воронеж-45, я там был. Это немыслимо тоскливое местечко неподалеку от города Борисоглебск. По сути, это даже не городок, а такая военная часть, семейная военная часть, которая уже 40 лет пребывает в абсолютном алкогольном двери. Просто. То есть, на территории воинской части, там, во-первых, строго соблюдается общность жен, общность мужей, общность детей. Ну, просто своих никто уже не узнает. Они все в таком состоянии. При коммунизме живут. Что это нереально. Но если это, с твоей точки зрения, коммунизм, я думаю, Зюганов бы с тобой поспорил. Хотя, если Зюганова накормить Виагрой, может быть, он и согласится. Да. И там действительно соблюдаются все виды неуставных отношений. В этой части рождаются, живут и умирают абсолютно все хранители этих черных ранцев и, возможно, где-то находящихся атомных пуль. Я их там не видел. Я был в этом хранилище. И я тебе могу сказать, что там, вот в этом Воронеже 45, окончательно спиваются, вот полностью, абсолютно спиваются уже примерно в возрасте 5-6 лет. Да. А к 15 уже пребывают в состоянии непрекращающейся белой горячки. И только в таком, только в таком состоянии там вообще можно выжить и находиться. Потому что никто не знает, когда все это говно взорвется. Никто не понимает, когда это произойдет. Там вот эти страшные часики маленькой ядерной катастрофы, маленькой, но я бы сказал обидной ядерной катастрофы. Они тикают не просто громко, они тикают абсолютно пронзительно. Ну, поэтому они все и находятся, вот от начальника и командира до последнего ребенка в состоянии белой горячки. И не бывает ничего другого, потому что никто не знает. Ну, вот ты бы мог жить в ожидании того, что ядерная катастрофа случится через 2 минуты. Да у нас вся Украина живет, вся Украина сейчас живет в состоянии таком. Нет, судя по тому, что вы все трезвы, это не так. И вы просто не видели Воронеж-45, никогда там не было. Потому что начальство, начальство, оно с таким пониманием относится к белогорячечной воинской части, что не то, что инспекциями, даже звонками их никогда не беспокоят. Главное, туда вовремя подвозить спирт, алкоголь. Вот это там должно быть. Я тебе могу сказать, там лет 13 тому назад нагрянули какие-то физики из Москвы, особо умные. Человек 10 приехало. И для того, чтобы проинспектировать состояние этих малых ядерных боеприпасов и условия их хранения. Но до ангара от ворот воинской части дошли не все, потому что там, во-первых, сразу наливают. Там, ну вот не понимают разговор без стакана. К часовому подходит полковник, полковник наливает, а потом часовой наливает полковнику. После этого, уже взаимно поддерживая друг друга и оберегая от острых углов, они направляются куда-то в неведомую даль при полузакрытых воротах воинской части. Иначе там не просуществуются. Иначе бы все эти люди сошлись с вами. И Пригожин туда поперся, да? Пригожинский Е, не сам Пригожин. Потерлись зеки. Потерлись зеки, которые... Да, и вот эти физики, которые приехали-то проверить, в каком состоянии находится боекомплект микроядерных зарядов, там двое только дошли до склада. Только двое дошли из десяти. Десять попутно вливались в коллектив, потому что, ну, там понятно, что не поддержать невозможно. Вот двое зашли. Тогда еще двери открывались. Тогда еще двери в хранилище реально можно было открыть. Они туда зашли, пробовали они там ровно десять минут. Они выломились оттуда, как ошпаренные. Бросили аппаратуру диагностическую, бросили документацию, бросили пьяных товарищей, бросили личный автотранспорт и бежали. Бежали в сторону Воронежа и Москвы. Никто их больше никогда, кстати говоря, не видел. Что с ними стало, неизвестно. То, что они увидели в этом хранилище, то, что они поняли про состояние этих предметов, оно, в общем, вероятно, вызвало у них абсолютную панику. И примерно такая же история случилась с пригожинскими мятежниками. Они уж ехали, они мечтали о ядерных ранцах. Вот они сейчас, понимаешь ли, обзаведутся и прибарахлятся и ядерными ранцами, и ядерными минометами, и атомными патронами. Но зэки уже торжествовали. Но когда они подошли к Воронежу 45, ну, разумеется, воинская часть радостно тут же сдалась и решила отпраздновать это событие уже вместе. Кстати, часть зэков удалось сломить с помощью алкоголя, но осталось несколько человек, которые были в состоянии дойти, они дошли до хранилища. И тут они выяснили, что, оказывается, никто хранилище 7 лет уже не открывал, потому что в 2002 году на хранилище был поставлен электронный замок. А единственный, кто помнил коды этого электронного замка, их 18, он умер через полтора года от белой горячки. Причем это был очень ответственный полковник, который знал, и он распорядился, чтобы коды были написаны на внутренней стороне крышки гроба. Но поскольку люди там все пьяные и хоронят неизвестно кого, в какую могилу, под какой фамилией, ну, ты можешь себе представить, да? Поэтому гроб перепутали. И эксгумация, которая была совершена с тем, чтобы узнать коды хранилища, ни к чему не привела. Пригожинские зэки, а там дверь, я тебе скажу, там ни в одном европейском банке. Ее невозможно расстрелять из танка. Главное, ее нет. Пригожинские готовы были ее расстрелять из танка, пока им все-таки кто-то не объяснил, что прямой выстрел в упор из танка может сдетонировать все боеприпасы ядерные, которые там находятся. Они от этой идиотской идеи отказались. В общем, они эту дверь поскребли, поскребли. Начертили, наверное, на этой двери. Здесь была колония ИК номер такой-то, такой-то взвод, Вагнер. И испоганив дверь, они, в общем, ни с чем удалились. Какая история? Но было бы весело, если бы не умер полковник, если бы этот полковник не умер и не погиб бы от белой горячки, он, конечно, коды бы сразу отдал тем уголовникам, которые вторглись в пределы воинской части. И действительно были бы зэки оснащенные. Они разобрали бы те там, сколько, 150 ранцев с ядерными нинами. Вот ядерные зэки – это то, чего не хватало России во всем этом пейзаже бредовом, который творит живописец Путин.